Привет, мои любимые слушатели! Так, сегодня темой нашего расклада будет такой вопрос. Вернется ли ко мне моя удача? Ну и если времени у меня будет достаточно, я еще посмотрю, кто это сделал. Может быть, что или кто вашу удачу забрал. Ну, то есть максимально много постараюсь увидеть. Давайте сделаем пять вариантов. Вариант номер один. Вариант номер два. Вот эти зеленые карты, они мне скажут ответ, вернется ли удача. Вариант номер три. Четыре. Так, ну и пять. Пять вариантов. Итак, тема нашего расклада сегодня это вернется ли ко мне моя удача. Выбирайте свой вариант. Я пока готовлю карты, чтобы дать ответ на вопрос, вернется ли к вам удача. Посмотрю и дам подсказки. Вообще, конечно, интересно посмотреть, да, она ушла, потому что ее кто-то забрал или, может быть, она просто уснула на какое-то время перестала помогать, реагировать, да. Итак, я надеюсь, вы определились, потому что я начинаю. Так. Вариант номер один. Вернется ли к вам ваша удача. Так, ну что, начинаем. Гармония, поверьте в мечту и утешение. Возможно, сейчас вы нуждаетесь в утешении и вам бы хотелось, чтобы какое-то событие уже прекратилось. Вообще, на самом деле, можно и так сказать, что вы находитесь пока в состоянии некоторого застоя, но я сейчас еще посмотрю вот на этих картах. Так. Что у вас сейчас? Что у вас сейчас? Что у вас сейчас? Как будто вы находитесь в каком-то плену обстоятельств, из которых не можете выкарабкаться. Ну, вот она мне эта карта и сказала. Может быть, кому-то из вас приходят друзья, тоже как-то пытаются вас из этого состояния вытащить, как-то успокоить. Не хватает денег, хотелось бы как-то, чтобы все изменилось. Может быть, попутешествовать, куда-то съездить или как-то изменить обстановку. хочется какой-то уже начинать драйва, какое-то движение, а все как-то в болоте. Хорошо. Что будет происходить дальше? Получите какое-то известие, возможно, придут какие-то документы, начнется с этого какое-то уже действительно изменение в вашей жизни, закончится состояние грусти, начнется какой-то праздник, возможно, какая-то новая встреча, новые знакомства с интересными людьми. Для кого-то может быть встреча с будущей любовью, возлюбленным, супругой или супругом, потому что карта любовь первая выпала. Здесь встреча выпадает с любимым, возлюбленным человеком. Еще здесь дружба, возможно, знаете, не только ведь любовь, но и знакомство с интересным человеком, который со временем станет вашим верным другом. Что еще? Так, что еще? Что еще? У вас какое-то состояние было? А когда как-то неожиданно вообще все разрушилось и просто какой-то крах состояния отчаяния накрыло, непонятно что делать. Это я смотрю обстоятельства, потому что мне надо понять, как вернуться удача, какой это будет момент. Так вот, удача отвернулась, это было в прошлом, когда произошло что-то невероятное, какое-то отчаяние, вообще связанное с какой-то интригой или каким-то нечестным поступком. Этот поступок могли сделать вы. И с этого все началось. Может быть, кого-то обидели, может быть, кого-то сказали какие-то слова, что-то такое, что задело самолюбие этого человека. то есть, смотрите, мы смотрим на вас, но я говорю о тех людях, которые, может быть, каким-то образом забрали вашу удачу. Тут говорится о том, что был какой-то сделан неверный шаг. Это может быть какие-то слова, может быть какая-то интрига, что-то было сделано с вашей стороны, и это было началом, перемен. Были перемены не очень хорошие, связанные с какой-то ложью, и все разрушилось. Поэтому долгое время находитесь в состоянии болота, никаких перемен нету, нуждаетесь в утешении. Хорошо, как вернется к вам ваша удача. Что произойдет? Что произойдет? А у вас знакомство будет, как я уже ранее сказала, с интересным человеком. Он или будет любовью у кого-то, у некоторых это будет замечательный человек, друг. Будете как-то, знаете, выходить из состояния вот этой депрессии, будете встречаться с друзьями, встречаться с близкими, родными, кто-то с мамой наконец-то встретится, давно маму не видел. Будет много разговоров, будет, знаете, замечательно какое-то время, какое-то веселье. И даже это как-то может связано и с работой, знаете, на работе. кто-то может быть даже работу найдет и на работе познакомиться с интересными людьми, будет, знаете, корпоративы, может быть, встречи какие-то, дополнительные какие-то разговоры, неработы. Будут, знаете, такие моменты, когда к вам уже будут обращаться, чтобы как-то вы с высоты из своего жизненного опыта дали какую-то подсказку. Кто-то уже даже будет замуж выйдет или женится здесь. Размышлять, стоит, не стоит, да, потому что что-то будет касаться каких-то денег, и это надо будет тоже все обдумать. хорошо. Она не говорит мне здесь конкретно, да, что удача, я не увидела ее, как сказать, конкретно. Они мне карты говорят о том, что это скорее не то, что удача вас бросила, тут скорее о том, что просто вам надо было сделать какие-то выводы из той ситуации, в которой вы оказались, потому что начинаются изменения, движения вперед, и это не связано с удачей, это просто такой у вас период. Сейчас еще посмотрю по другой колоде. Имейте в виду, что в скором времени, может быть, у некоторых сейчас будет знакомство, может быть, кто-то находит работу и там знакомится с интересными людьми. Смотрите, у кого-то начинается любовь, новый человек приходит, приходит, а у кого-то эта карта еще говорит о крепкой дружбе. Смотрите, надо поставить впереди новую задачу, новую мечту и к ней идти, к этой мечте. Надо вообще, знаете, как-то со стороны на себя посмотреть и понять, что то, как вы сейчас живете, оно не работает, надо как-то начинать что-то заново, что-то другое, какое-то новое. Так, и давайте посмотрим, вернется ли к вам ваша удача. Да, вы заканчиваете этот путь, ту дорогу, в которой вы оказались, уходите из этого болота, из этого плена, в котором вы сейчас, и обретаете гармонию. Вообще, эта карта, она больше материнская, она домашняя, именно дом, когда, знаете, полный очаг, когда гости, когда веселье, у вас заканчивается ваш тяжелый период, вы выходите из какого-то плена обстоятельств, и получается, как будто радостью будет наполняться ваш дом, и будет у вас у кого-то любовь, то есть в дом придет новый человек, у некоторых это будет просто гости будут, люди приходить, новые друзья, знакомства. То есть здесь не говорится о том, что у вас удача ушла, а здесь говорится о том, что обстоятельства просто поменяются в ближайшее время, обстоятельства поменяются, и удачу у вас никто не забирал, просто обстоятельства жизненные так сложились, что вам кажется, что про вас уже небо забыло. На самом деле это не так. Вариант номер два. Вариант номер два. Вернется ли к вам ваша удача? Сейчас посмотрим. Сейчас сначала карту разложу, посмотрю, потому что здесь у меня есть вопрос. Не совсем я поняла, что мне не хотят сказать. Итак, вернется ли к вам ваша удача? Может быть кто-то ее забрал. Куда она делась? что сейчас? Что сейчас? У кого-то проигрывается дружба и такие теплые отношения с человеком, у кого-то любовь, человеком, но было задето самолюбие и как будто или какая-то интрига, или какой-то подлый поступок по отношению к вам со стороны этого человека, который вызывал доверие, любовь, такие эмоции положительные. Это может быть женщина, это может быть мужчина. я напоминаю, что говорю человек, для меня человек это он, может быть она, может быть он, но для меня это человек. В общем, человек придал доверие, связанное что-то с деньгами, и вас это повергло настолько, как будто удар под дых, просто заболели, как депрессия, как будто схватились за голову, что делать, как будто даже не поверили, какой-то момент просто сшибло вас с ног, и в этот момент удача как будто отвернулась, может быть вы так думаете, что она ушла, давайте посмотрим, что дальше, что дальше будет происходить, вернется ли она назад, будет ли у вас еще солнце в жизни. Вам не надо, не надо зацикливаться на том человеке и его поступке, вам надо думать о себе, встречаться с друзьями, с людьми, которым вы доверяете, и выходите из состояния вот этого кошмара, отчаяния, выходите, все, хватит, смотрите, обстоятельства, меняются, и вы выходите из этого состояния, но с при помощи, да, с помощью друзей, у некоторых с при помощи своих близких, может быть мамы, будет праздник, отмечать, гулять, веселиться, то есть из этого состояния вы будете постепенно выходить. и как только вы начинаете меняться, менять себя, свой образ жизни, то человеку, который вам сделал плохо, заболевает, у него плохое самочувствие, он начинает думать, что же происходит, а у вас наоборот, у вас состояние как бы улучшается, вам какие-то хорошие вести приходят, вы может быть даже узнаете, что у вашего врага будет все плохо, потому что вы будете радоваться, приходит известие, может быть вам кто-то сообщит, может быть вы сами как-то это увидите, что у вашего человека, который вас предал, да, сбил с ног, что-то у него будет плохо. надо знаете, тут еще состояние такое, вот у некоторых проигрывается суд, если это суд, если это связано именно с судом, то здесь говорится о том, что вы себя неправильно оцениваете, вам все-таки надо понимать, что вы можете выиграть, вы не думаете, что вас поставили в какое-то условие и вы не можете из этих условий выйти, что вас скоро кастрюлю накроют крышкой и вы там закипаете, нет, здесь возможен вариант выигрыша, просто как будто вы чего-то не видите, какую-то деталь, ведь за вами же наблюдают, что вы делаете, с кем общаетесь, как вы себя ведете, за вами наблюдают, может быть, через соцсети, может быть, через знакомых, на работе вы работаете, если судебные дела, имейте ввиду, что здесь не так все просто, и это может растянуться на какое-то время, бороться стоит, возможность выигрыша есть, но это поставит точку, то есть вы разойдетесь, поделите все, что можно поделить, все, и поставите жирную точку на этих отношениях, все, и с этого момента закрывается эта голова вашей жизни, здесь нет такого, знаете, что здесь, скорее, у вас в голове какой-то стоит блок, вы как будто не можете понять, что делать дальше, как будто стоите и думаете, что удача ушла и больше не вернется, здесь дело не в том, что она ушла и больше не вернется, здесь, 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 просто по судьбе вы должны пройти вот эту трансформацию с человеком, который вас обидел, вы должны это по судьбе пройти, здесь не делая удачи, здесь просто вы должны какой-то урок для себя вынести, давайте посмотрим, И чтобы к вам удача вернулась, вы должны быть хитреньким, действовать в этом конфликте жестко, четко, честно. Имеется в виду, не предавая себя, не предавая свои какие-то принципы в этом виду, а по поводу суда, именно там как-то надо все-таки более так четко свою стратегию, свои доводы. Тут опять выпадает ваш дом. Отделяетесь, как будто разрывается отношение и идете в одиночку, как будто в одиночках будете. Но я хочу сказать, почему мы же задаем вопрос, вернется ли ко мне моя удача, кто похитил, да. Здесь имеется в виду, когда человек вас предал, ушел, ваше доверие именно в этот момент и уходит, как будто счастье, понимаете, счастье. А счастье это одно, а удача это другое. Но вам надо эту решить проблему, вам нужны силы, вам надо понять, что же вы на самом деле хотите, какая ценность вы или этот человек. И идти решить эту проблему и у вас начинается новая глава вашей жизни, открывается новая дверь. Смотрите, приходит что-то новое и вы обретете новый источник жизни, радости, счастья. Но вот эта карта самая главная выпала, это закон, карта закона. Действовать надо по закону, умно, четко, грамотно. Если вы не в состоянии себе помочь, найдите адвоката и юриста. Здесь именно судебная проигралась в этом варианте. Удача никуда от вас не ушла, просто вам надо этот момент пережить. Как только вы решите это судебное дело, вам придется новое счастье, потому что у вас начинается новая глава, начнется совсем другая жизнь. Вы вообще по-другому будете на себя смотреть и на эти обстоятельства. Вариант номер три. Вернется ли ко мне моя удача? Как будто вы сейчас в паузу. В паузу. Я знаю почему, я сейчас сразу скажу, не буду тянуть кота за хвост. Здесь дело в том, что вы находитесь в паузе не просто так, а потому что у вас идет трансформация души, преображение себя, взросление души. То есть из одного состояния ребенка вы выходите в состояние абсолютно взрослости, зрелости. Понимаете, вы думаете, что удача ушла. На самом деле здесь вообще не так. Здесь имеется в виду, что вас небо поставило в эти условия одиночество, паузы, для того, чтобы из состояния дитя переродились в состояние взрослого человека. Зрелости, понимаете, для этого нужна тишина, высшее сознание, понимание себя и этого мира. Сейчас посмотрим все остальное, не переживайте, я просто раскрываю сразу вот эти карты. Для меня главное вот эти зеленые. Итак, что у вас сейчас? Вы пережили какое-то большое потрясение как будто, какое-то разрушение, что-то разрушилось. И это вообще, конечно, может даже коснулось денежной стороны. То, что и денежек стало меньше, и вообще как-то все по-другому. Вот как только это несчастье произошло, вы как будто закрылись в себе. И вам было настолько тяжело, что вам казалось, что сейчас мне толкни, я заплачу. Состояние такое жутчайшее. И это длилось, ну, прилично времени. Здесь вообще несколько аспектов. Здесь я не могу сказать конкретно одно. Здесь вот такой вариант. Второй вариант, то, что случилось несчастье, которое позади. Но каким-то невероятным образом уходит это несчастье, и появляется какое-то невероятное удачное стечение обстоятельств. Связанное с каким-то разговором. Приходят деньги. И, может быть, даже сразу же кто-то находит работу на работе, завязываются знакомства интересные, какие-то друзья такие прямо, ну, как сказать, мой человек. Появляются денежки, как-то, наоборот, удача возвращается с помощью какого-то несчастья. То есть, так сказать, несчастье пришло, и каким-то невероятным образом появляется удача, успех. То есть, вот это тоже как вариант идет. Потому что людей много смотрят, у всех свое. А карты, они немножко противоречивые, и я должна это озвучить. Еще, если вы будете служить и барахтаться, вспоминая вот это несчастье, вот это событие, вам удача никогда не повернется лицом. Потому что вы не должны его развивать, эту воронку, понимаете, вы ее увеличиваете, когда вы начинаете ее мусолить, думать, вникать. Здесь, как говорится, случилось что-то в вашей жизни, закрыть надо, закрыть ее, забыть, имеется в виду, не вспоминать, а идти дальше. Потому что возвращается удача к вам. И это будет проявляться как? Это, во-первых, общение, работа, деньги. И это будет постоянно. То есть, не будет, знаете, вверх-вниз, как американские горки. Нет. То есть, вам надо пережить это несчастье, какое у вас произошло. То есть, оставить, закрыть дверь. Возвращается удача в этот момент. Возвращаются денежки, приходит работа, какие-то новые связи, понимаете. То есть, из состояния одиночества вы выходите в состояние везунчика. Что будет происходить дальше? За вами будет наблюдать какой-то человек, ваш противник. Будет наблюдать, но он будет недоволен тем, что у вас-то все хорошо. В вашем доме полная чаша. Что у вас все замечательно. Он будет недоволен. Ему будет казаться, что несправедливость. Вы должны плакать, вам должно быть плохо. А у вас-то все наоборот. Не будет ему это все нравиться. Будет считать, что это несправедливость. Смотрите, здесь так интересно. Вам возвращается удача. У вас появляются новые друзья. К вам придет какое-то интересное известие, которое вы давно ждали, ждете. Это будет сюрпризом. Вы даже как-то растеряетесь, но вы будете очень так рады, и вы его отметите как радостью. Какое-то желание исполнится. То есть здесь речь идет о том, что заканчивается какая-то голова, и начинается новая. Вы выходите из состояния плена. Перерождение из ребенка, взрослого, зрелого человека. Пауза дается. Осознание того, что между вами было другими людьми, какое-то несчастье. Это все уходит. Поверьте, сейчас все будет по-другому. Закрывайте дверь и идите вперед. Давайте посмотрим, какие вам еще подсказки. Смотрите, опять замечательная карта. Выпадает жар птицы. Жар птицы, вы сами знаете, синяя птица еще называют. Птица феникс, когда человек из пепла восстает. То есть из состояния одиночки вы переходите в состояние, когда вы открываетесь миру. И к вам возвращается ваша удача, радость. Понимаете? То есть вам надо было побыть в одиночках, в паузе, чтобы осознать себя. Здесь какой-то урок, вынести этот урок. Понимаете? И к вам приходит, как будто закрывается одна дверь, открывается новая. К вам приходит невероятное счастье и радость. У вас будет работа, у вас будут новые друзья, у кого-то новая любовь. Приходят денежки, то есть все как-то, знаете, как будто лавиной пойдет. Все будет у вас, просто вы уже как бы закончили эту трансформацию. И сейчас у вас новая глава в вашей жизни. Вариант номер четыре. Не знаю, самая лучшая и самая одна из лучших карт в колоде – солнце изобилие. Посмотрим, что это значит. Она вообще говорит о том, что это уже сейчас. Но раз вы пришли на мой канал посмотреть эту тему, значит, вы сомневаетесь, да, что вы живете в изобилии, в счастье. Значит, что-то есть. Сейчас посмотрим тогда. Потому что она говорит, нет, наоборот, сейчас. Так, что сейчас? Действительно, что сейчас? Ожидание какого-то праздника, ожидание каких-то перемен. Смотрите с надеждой на будущее. Потому что сидите как будто в плену и не можете из этого плена выйти. Хотелось бы праздника радости, может быть, через какого-то человека. Перемены приходят. Перемены, однозначно. Хорошие перемены. Если кто-то болел, будет выздоравливать. Кто-то болел из-за того, что, допустим, расстался с близким человеком, хандрил. Это состояние тоже уходит. Будьте внимательны. Здесь еще такой вариант. У кого-то на работе может быть подстава, неожиданно, какая-то интрига, разговоры, сплетни за вашей спиной. Будьте внимательны. Ушки на востро. Вообще перемены приходят. Разрушается ожидание, которым вы долго сидите. Начинается новая жизнь. Какое-то известие придет, заставит порадоваться, связанное с домом. Смотрите, две карты радости выпало. Будет переживать какой-то близкий человек, у него какие-то дела. Вам надо будет его успокоить, поговорить с ним. Потом у некоторых проигрывается встреча с интересным человеком. Кто-то может быть встретиться с человеком из прошлого. Кто-то может быть с бывшей любовью или любимым другом. Приятная будет такая встреча, как подарок. Ну, даже поговорите, что-то вспомните. Ну, то есть такие вещи. Заканчивается состояние печали, понимаете, уходит. Я не хочу сказать, что это будет когда-то. Я хочу сказать, что это сейчас. Почему? Потому что перемены сразу выпали. Карта перемен. Вы не верите, может быть, в это? Но это так. Смотрите, карта одна из лучших. Солнце счастье, радость приходит. Вы знаете, удача, она никуда не уходила. Она была рядом с вами. Просто, как сказать, как будто затаилась. И она проявит себя. Вам надо просто как-то открыть глаза пошире. Давайте посмотрим, какой вам совет. У вас заканчивается этот путь. И выпадает невероятный шанс. Вот я уже сколько раз эту карту кидаю, говорю, шанс судьбы, подарок. Некоторые девушки мне пишут, а как этот шанс не упустить? А как понять, что это тот шанс? Дорогие мои, вы, конечно, я хочу, я понимаю, что вы хотите знать такие вещи. Но у каждого человека этот шанс будет проигрываться по-своему. И не надо думать, что он мимо вас пройдет. Нет, он будет, вы его увидите. Но вам надо будет поговорить с кем-то, обсудить. И чтобы у вас была поддержка, вы увидите. Может быть, это невероятная работа. Шанс какой-то, какой-то. Вас пригласят, например. И вам надо будет подумать. Допустим, все будет классно, но далеко от дома. Или, может быть, предложение куда-то сходить вместе. Тоже шанс. То есть эти шансы, они не то, что там шансы, ты его пропустил и ушел. Нет, здесь имеется в виду подарок. Карта и шанса, и подарка. То есть вы этот шанс не пропустите. Но у каждого человека он будет свой. Смотрите, у вас сейчас закончился какой-то путь долгий. Это еще карта победы. Все, значит, замечательно. Все поблагодарили прошлое. Все, пошли вперед. Во-первых, у вас удача. С вами она никуда не уходила. Просто у вас пришел момент, когда сейчас все озарится. Очень много событий здесь. Новые какие-то люди. Но и вам надо будет тоже всех поддерживать. Вам надо будет уделять им время. Тут, знаете, как будто к вам все будут приходить. И вам это много будет разговаривать. Поддержка нужна будет. То есть, может быть, человек из прошлого придет. И, понимаете, сейчас очень много у вас будет движения общения. У вас есть потенциал. У вас есть внутри силы. И вы, человек мудрый, умный, вы будете давать наставления. Люди будут вам верить, доверять. Сейчас приходит какой-то новый виток. Новый поворот. Вы к нему готовы. Однозначно. Не переживайте. Все у вас получится. Вариант номер пять. Итак, вариант номер пять. Смотрим, вернется ли ко мне моя удача. Вернется ли ко мне моя удача. Здесь тоже сразу не скажу. Скажу сейчас попозже, потому что тут немножко противоречивая. Мне надо просто понять, о чем речь. Что сейчас? Что сейчас? Что сейчас? Это я смотрю на вас. Тут нет посторонних людей. Только вы. Я буду про вас говорить. Вообще, обе карты говорят о том, что вы в состоянии поражения, краха, неудачи, тяжелого. Как будто что-то ушло, умерло, закрылась дверь. И вы в некой растерянности вообще чувствуете себя не лучшим образом. И такое чувство, что не видите свет впереди, не видите, куда идти, кромешная тьма. Но одновременно с этим это и есть, как бы сказать, конец. С одной стороны тяжело, с другой стороны это и конец. Смерть все закрыла. Видите, она у меня еще и первая выпала. То есть, сейчас развиваться событие будет следующим образом. К вам придет какой-то друг или подруга. Она вас утешит или утешит он. Подарки какие-то подарит. Вообще, приходит к вам человек, который вас утешает, успокаивает. Возможно, вы познакомитесь с таким человеком. В вашу жизнь придет новый человек. И он увидит вашу печаль. Но как-то он зацепится, ему будет интересно, что почему у вас так происходит, что такое состояние. В общем, завязывается какая-то дружба. Или старый друг, наоборот, вас вытаскивать будет. Или какая-то новая дружба, знакомство, которое вас вытащит из состояния краха, тьмы. Что будет дальше? Вы будете оглядываться назад и смотреть, анализировать, да, что произошло. Делать какой-то вывод. Почему? Потому что у кого-то будет встреча с человеком, из-за которого вот это все произошло. Вы его увидите. Кто-то даже может пообщаться, поговорить, но не надо с этим человеком, так сказать, дружить, мириться как-то так. Так, если есть возможность, да, привет, привет, до свидания. Если очень хочется пообщаться, пообщайтесь. Но назад дороги нет, все. Ушла любовь, ушло доверие, хватит. У вас сейчас новое знакомство будет, новое движение вперед-назад, не возвращайтесь. Человек вас предал или обидел, вы с ним встретитесь, будет разговор. Даже, знаете, заденет его самолюбие, что вы как-то хорошо будете выглядеть в этот момент, как-то живенько заденет. Так, давайте дальше, что будет происходить, вернется ли удача. Вернется, смотрите, замечательно, вернется удача, начало вообще нового витка. Выходите из состояния повешенного, жертвы, вас вытащит какой-то друг или новое знакомство. Встретите прошлое, человек из прошлого, который очень удивится, что вы так нормально, хорошо выглядите, что вы как-то живенько. У кого-то проигрывается в будущем свадьба, у кого-то выздоровление, может быть, кто-то болеет сейчас, будет очень рад. Во-первых, чувствовать себя будет лучше, намного как-то позитивный даже настрой, какое-то даже отношение к жизни поменяется. Возвращается удача, и это будет новое начало, какое-то невероятное начало в будущем. Но здесь и все, у кого-то и работа, у кого-то и любовь, и свадьба, кто-то выздоравливает, если болеет, как-то будете себя вообще по-другому чувствовать. Вы знаете, здесь возможен такой вариант, он как бы мне так проигрывается так, что удача-то ушла, действительно ее нет, но она к вам вернется, она к вам возвращается, когда вы встречаетесь с какими-то людьми, с каким-то, может быть, новым человеком. Она возвращается к вам с помощью какого-то общения, поднимаете связи, бывшие друзья, может быть, кого-то вы обделили вниманием, да, забыли, приглашаете встретиться, пообщаться, может быть, в гости, сами выходите в свет, и у вас будет знакомство, все, постепенно, постепенно, выкарабкаетесь, выйдете из этого состояния. Но здесь именно совет, общение, общение. Давайте посмотрим, какой еще совет. Да, заканчивается этот путь, хватит хандрить, новая встреча с интересным человеком, который останется с вами надолго, на долгие годы, вообще новое измерение, новая параллельная реальность. Сейчас у вас будет как будто новый вообще, место старое, а отношение к этому старому месту как будто оно новое, на себя со стороны посмотрите, послушайте интуицию, примените все свои навыки какие-то, да, общение, то есть вы можете общаться, идите вперед, толкайте себя на общение. Вы получите невероятное удовольствие от того, что вы как-то, даже знаете, как будто проснетесь. Уходит это состояние жертвы, и приходит что-то новое, понимаете, ваша удача к вам возвращается, и вы будете невероятно довольны. Общение, новые люди, у кого-то свадьба, то есть вообще все будет по-другому, это все в этом году. Итак, вариантов у нас было 5, тема была, вернется ли ко мне моя удача. У кого-то она была, у кого-то никуда она не уходила, у кого-то ушла, ну то есть смотрите. Конечно, буду ждать ваши комментарии, мне очень приятно, что вы отзываетесь, пишете. От меня желаю вам счастья, мира и добра, ну как всегда.